а вот перед вами молодой куст это прошлогодняя прививка формировка здесь штамбовая высота штамба 50 сантиметров двухплечий горизонтальный кордон в одном из прошлых роликов мы вам рассказывали про такой процесс как пасынкование где пасынки удаляются на разных сортах на разных формировках а здесь наоборот я вам хочу показать использование пасынков для формирования структуры куста мы по нижней проволоки значит наши шпалеры вывели два рукава два плеча они называются плечи кордона и соответственно но необходимое нам расстояние мы прищипываем 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 точки роста прищипнув точки роста мы вызываем рост пасынков для того чтобы сформировать значит стрелки плодовые или рожки или стучки зависимости от необходимости то есть мы пробудили во-первых пробудили горизонтальным расположением нашего побега и прищипкой его то есть у нас пошли в рост почки вот здесь на этом побеге развились пасынки третьего порядка и для того чтобы они не забирали силу роста у наших основных мы их удалим для того чтобы все силы направить именно на развитие вот этого побега он тогда быстрее расти будет и интенсивно он интенсивнее будет расти все питание будет доставаться ему основному то есть закладываться будут хорошие здесь почки глазки дифференциация будет лучше проходить и развитие этих побегов у нас будет лучше и вызревание пройдет лучше если по вашему замыслу эти пасынки какой-то из них является лишним то его нужно удалить вот например один побег хорошо второй побег замечательно третий побег четвертый побег вот этот побег он будет лишним поэтому я его этот пасынок удаляю чтобы он нам не мешал следующий замечательно опять как правило это происходит через один и таким образом у нас происходит равномерное распределение побегов по плоскости шпалеры и аналогичным образом поступаем с другим плечом все вот таким вот образом мы провели пасынкование использовали силу роста пасынков и удалили лишние побеги и пасынки которые нам не нужны для формирования структуры и кроны куста